привет привет мои хорошие 3 часа вопросы-ответы это очень частая рубрика на моем канале так идем дальше были ли в вашей жизни моменты отчаяния когда руки опускались хотя бы ненадолго просила мне екатерина юрьева добыли конечно такие моменты один из таких периодов моей жизни когда умер очень близкий человек не тогда было 24 года 23 с половиной я не знала что делать земля ушла из-под ног я не могла себя собрать не хотела никого ничего видеть даже даже наверно жить не хотелось но пришлось собрать взять себя в руки у меня здесь сообщение выходит куча что взять себя в руки потому что я понимала что если это не сделаю я за меня это никто не сделает это вот это моё состояние длилось наверное где-то месяц я не могла видите счастливых людей наверное когда они смеются мне то что счастливых людей я не могла и здесь когда человек просто смеется не понимал что он смеется то что в этой жизни из такого что можно смеяться у меня вот себя настроила на то что жизнь продолжается люди приходят и уходят этот мир и как бы не было нужно жить нужно учиться заново жить а на самом деле мне пришлось учить практически учиться заново жить потому что ушел из моей жизни человек который очень много для меня значил очень многое но многое значил и не было тяжело без него вот даже вспоминать честно сказать тяжело фатима что вы за этим а что вы сделаете первым делом когда приедете в измер куда пойдете гулять что сидите из турецкой кухни спасила мне ирина годова первую очередь что я сделаю первую очередь я даже не знаю что я сделаю когда приеду измер честно не сна надо доехать первую очередь наверное дома обоснуюсь сперва высплюсь а потом просто пойдем гулять с детьми не знаю а не бывает ли вам иногда обидно что мы уже нет рядом первые месяцы жизни деток особенно трудные дни и ночи написала мне наталья нет абсолютно не бывает не обидно это мой осознанный выбор я знала на что иду я даже думал что у него будет сложнее и тяжелее когда родились мои недоношенные детки я очень много информации читала о том какие могут последствия рождение детей на таком сроке чем это все чревато и знаете я была готова к более сложному периоду более тяжелому но всевышний уберег меня от всего этого он не дал очень легкий легкий я считаю что у меня очень легкий будет поэтому нет и мне не бывает обидно мой муж занят тем что зарабатывает нам нам с детками на жизнь чтобы мы ни в чем не нуждались поэтому о какой обиде может быть речь так здравствуйте фатима у меня такой вопрос когда вы собираетесь ну или делать обрезание у меня тоже сын ему делали два с половиной месяца врачи говорят чем раньше чем раньше тем меньше психо психо травмируется но и заживается быстрее писала светлана слона здравствуйте собираемся конечно же делать но не в ближайшее время турции детям сыновьям делают обрезание когда они уже понимают что это такое потому что для них это праздник сына одевают как принято катают на машине и так далее музыка танцы пляски приносят подарки денежки поэтому для ребенка это праздник я не хочу своего ребенка лишать праздника и все нет будет у него в осознанном возрасте когда он будет понимать для чего это делают и по поводу психики травмируются я не знаю что там может травмироваться когда ребенок наоборот осознает что он становится мужчиной ну и больно это принципе сейчас не бывает все обзболивает хотим вам привет всегда было интересно что за жидкость капает на руки в турции когда приходит в гости или когда стану становится не по себе продается ли она или его аналог в россии спасибо написал мне виола адората жидкость это наверно колонии вы говорите колонии это типа нашего одеколона вот они вот это и капают обеззараживает руки когда становится плохо вообще не понимать чем это колония помогает так когда в гости проходит антиби у копает она чаще всего пахнет лимоном не обеззараживает руки стерилизации своего рода сидим дальше в турции соседями вы дистанцируетесь а как соседями махачкале вы про них ни разу не рассказывали то же самое здесь тоже я вообще стараюсь меньше контактировать с соседями почему так потому что я знаю вот эти вот походы друг другу в гости чай пить и посиделки на лавочке возле дома в летними вечерами это все узнаете перемывание косточек другим соседям что я не люблю я вообще противник вот этого всего терпеть не могу вот эти обсуждения других людей за их спиной поэтому я против вот этого всего соседями держусь на расстоянии здрасте до свидания как дела конечно если нужна помощь я помогу так муж и ничего здравствуйте фасечка у кого характер сильнее и жестче у вас или у мамы у меня однозначно насчет сильнее знаете дочь и моя мамина девочка платит насчет сильнее там мама с ним насчет сильнее вы знаете моя мама очень много всего перенесла в этой жизни может быть даже у нее сильнее крепче я не знаю я я на ее месте может быть и сломалась она все-таки женщина сильная в плане жестче у меня жестче да а насчет крепче и сильнее все-таки у мамы не подумала ответил я бы столько всего наверное вот так стойко перенести как мама не смогла бы здравствуйте фатима здоровья вам и вашим маленьким блогерам у меня такой вопрос хотя понимаю что еще рано но все равно спрошу слышала что в турции очень дорогие детские сады поэтому очень много мам сидят дома очень долго планируете ли вы отдавать сладюсичек сладюсичек в сад если да то с какого возраста считаете самым подходящим спасибо у меня Нина Нина здравствуйте я никогда не планировала давать детей в сад я кстати не ходила в детский сад сейчас секунду я все-таки пойду посмотрю что ее послакует так моя капризуля дочь отвлекла нас о чем была речь про детские сады я давать детей детский сад не буду никогда и не планировала конечно если я через пару лет не передумаю на данный момент я уверена что не буду давать детей детский сад идем дальше фатимочка как вы относитесь к садику я все хотела на то же самое вопросы часто повторяются одни и те же фатима еще вопросов разрешите смотрю параллельно блогер то что резкую жену на злый локс и в последнем видео она рассказывала про панические атаки и при адаптации было ли у вас такое спрашивает Нина нет мне не знакомо вообще не то что панические атаки я даже не знаю что такое адаптация у меня ее не было вообще конечно что такое слово адаптация знаю но я с ней не столкнулась у меня не было никаких проблем после переезда в турцию я чувствовал себя именно в своей тарелке не было такого что я скучаю по по родине что умираю прям мне все плохо души давит мне не хватает каких-то продуктов мне не хватает того не хватает этого у меня всего этого не было это не говорит о том что я была настолько несчастна здесь дагестане что вот я уехала и прямо там брела там счастье нет просто я счастлива везде мне кажется счастливый человек часто везде я была счастлива и здесь то замужество и в турции с супругом тоже счастлива у меня не было никакой адаптации так 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 Фадима вы не думали никогда сможем приобрести себе квартиру из тех что из тех что его проекты сделать ремонт по своему вкусу расширить площади или все же предпочитаете только из мир саларина да арина вы правы я предпочитаю только из мир у мужа у мужа не было проектов еще в том районе например которым мы с ним хотели бы жить поэтому из его квартир мы не рассматриваем на данный момент у него есть и помню три или четыре квартиры которые построенном новом доме которые мы выставили на продажу четыре квартиры осталось до которые мы выставили на продажу в любую из них мы могли бы ехать это новостройка но не видим я не хочу это далеко от центра это не то что я хочу в видео вы как-то сказали что недовольны своим телом как вы планируете возвращаться форму и будете ли вы освещать это на канале и ищу помощницу будете искать турции или заберетесь дагестана написал мне наргиза агду кодирова наргиза как я буду худеть я пока не знаю потому что меня никогда в жизни не приходилось ходить у меня наоборот была проблема набрать вес я была всегда худой тощий даже не люди постоянно говорили о фатима что с тобой ты болеешь что похудела что у тебя проблемы я всю жизнь пыталась набрать вес что только не припробовала я не набирал и это вот получается единственный раз в жизни я не думаю о похудении представляете наверное начну с того что ограничу себя в мучном посмотрю так если я где-то за какой-то промежуток ограничу себя мучном не скину вес то добавлю какие-то физические нагрузки но я буду смотреть по мере решения этой проблемы по мере поступления до проблем точная проблема то уже есть но пока я еще не взялась ее решать и по поводу помощник помешнут помощницу я уже нашла дальше расскажите зачем вы меняли свидетельство рождения на что обратить внимание в нем а старые и новые образцы в чем отличие и надо ли заверять документ опустим преподачи на второе гражданство взрослые я меняла свидетельство рождение как раз таки что получить что поддавать на турецкое гражданство очень часто попадались на фейсбуке мне ролики от наших турецких жен что старого образца свидетельство рождения то ли не принимают то целая проблема и приходится его отправлять обратно в россию ставить опустили так далее там целая проблемой чтобы от этого всего избежать я сделала новое средство рождения почему по проблемам со старым потому что там стоит печать ссср вроде из-за этого апостиль нужен обязательно но я здесь не буду ставить апостиль я его сделаю в турции хотя мне некоторые написали что это невозможно но я знаю людей которые смогли это сделать поэтому я уверена что у меня тоже это получится например моя же подруга света которую все знают по видео она свой старая свидетельство рождение которое еще со времен ссср она не меняла отнесла в измерское консульство измерское консульство консульство русское консульство измери точнее отправила в анкару в консульство и там его заапостилировали и прислали обратно. Так что, я думаю, у меня проблем не будет с этим, и здесь я апостили делать не буду. Фатимочка, здравствуйте! У вас очень сладкие деточки. Дай Аллах им крепкого здоровья и всего хорошего и на лучшего жизни. Рада за вас и малышей. Хотела бы спросить, хотели ли вы дать какие-то другие имена своим деткам если да, то какие. Прямо чтобы вот хотела, и у меня не получилось дать это имя не было, но были, конечно, на примете еще другие имена. Например, для дочки у меня было имя на примете Амина. Мне всю жизнь нравилось это имя. Для мальчика Амир мне нравилось имя. Еще мне нравится мужское имя Султан, но в Турции Султан это женское имя, поэтому я не смогла сына назвать этим именем. Аслан тоже мне очень-очень нравится. Мамины сынули. Здравствуйте. Хотелось бы спросить совета. Нужно ли женщине вкладываться материально в дом мужа, если они еще не расписаны? Написала мелочка фрау. Тут вообще, если вы еще не расписаны, он вообще вам не муж, во-первых, во-вторых, вообще не нужно вкладываться в дом мужа. Это мое мнение. Мужчина на то, он и мужчина, чтобы вкладываться в дом. обязана женщина создавать уют в этом доме. Капризничает опять доча. Латима, вот вы думали, какой мама вы будете для уже подружек, для понимания детей. Строгая и требовательная, а может быть, добрая и мягкая, такой всепозволяющий, возможно, современная, которая будет идти в ногу со временем, идти в ногу с детьми, стараться разобраться во всех хитростях современного мира, чтобы быть на одной волне с детьми. В общем, хотелось бы узнать ваши мысли по этому поводу. Я понимаю, что еще рано об этом думаю, но так ради разнообразия. Я тоже об этом задумываюсь и, знаете, пока не было детей, я думала, что я буду строгой и требовательной. Я пока еще была беременна, я думала, что я буду строгой мамой. Но нифига не получается. Ничего не получается. Я когда вижу глаза или улыбку своих детей, я таю прям, не получается быть строгой. А всепозволяющей тоже я, конечно же, не буду. Наверное, буду современной, скорее всего, современной мамой, которая будет стараться понять их и идти в ногу со временем. Но нет, на данный момент я думаю так, а как она будет на самом деле, неизвестно. такс. Такс. Владимиричка, я вас обожаю, я замужем за арабским мужчиной, я сама мусульманкой, стала недавно. Расскажите, вы всегда и во всем слушаете своего мужа или если в чем-то с ним не согласны, доказываете ли свою точку зрения до упора, как нужно это делать мусульманкам? Спасибо, я вас люблю. Написала мне Анна Робя. Вы знаете, у нас с мужем практически не бывает таких прям разногласий, но у нас есть одну табу, я никогда не противоречу своему мужу прилюдно, никогда. Если я хочу ему сказать что-то с чем не согласна, то это говорится наедине. И говорится это в мягкой форме, не истерика, не требование, тем более никаких слез, питья посуды и ударов кулаками по столу такого топания ножками у нас не бывает. Это все говорится спокойно, монотонно, вот так-то и как-то. Если он с чем-то не согласен, он мне точно так же спокойно это все объяснит. Почему у нас так? Потому что мы все обговаривали вначале, даже не зная турецкий язык, как-то через гугл-переводчик, английский, русский, вот это все, каламбур, мы все и так говорили, чтобы не было вот этих вот проблем. Так. Все, по-моему. Ну, здесь еще есть вопросы. Саляму алейкум, у меня такой вопрос. Почему людей должна волновать другая частная жизнь? Какая в этом польза? Счастье любит тишину, но то, что вы показываете из полезного, разве недостаточно? Писала Юлия Файзулина. Ну, наверное, потому что людям всегда интересно подглядывать замочную склажину. Это всегда было, есть и будет. Почему нет? Людям всегда интересно, как живет другой человек. Но я не вижу в этом ничего плохого. И последнее. Здравствуйте, Владимочка, передайте, пожалуйста, мне привет и моей маме Галине. Вы будете снимать видео с готовкой? Написала мне Ольга Власова. Ольга Власова, привет. Привет маме Галине. Снимать видео с готовкой? Я не знаю, не могу сказать за двумя маленькими детьми, как я буду снимать видео с готовкой тоже. Снимать, знаете, просто влоги, себя, там, деток, прогулки, это совсем другое. А снимать готовку намного сложнее. Кулинарные каналы, кто ведет кулинарные блоги, каналы, честно сказать, это огромный труд. Это не то, что снял то, что ты целый день делаешь, уборку, там стирку свою, там как-то кратишься. Кулинарное дело это сложнее. Я снимала эти видеоролики, поэтому знаю, на съемку одного видеорецепта уходит один день. Обязательно, уходит один день. Поэтому, не знаю, вряд ли, готовить у меня будет помощница, я буду смотреть только за детьми, поэтому, скорее всего, нет. Хотя, кто его знает, как оно повернется? Может быть, и буду. Может быть, мои детки станут настолько спокойными, что у меня будет куча свободного времени, и я не буду знать, куда его девать. Кто его знает? Он, дочь, успокоилась, сынуля спит. Сейчас у нас 9 часов вечера. Мой сынуля, скорее всего, проспит часов до 12, проснется, покушает, потом еще часов до 3, часов до 3 проспит, и потом будет бодрствовать вместе с мамой. Сейчас, наверное, подумаетесь, чтобы тебе тоже не поспать, пока детки спят, но нет, уже не получается, потому что я до пяти часов вечера спала. Сейчас я буду красить вот эти вот волосы свои. Кстати, по поводу бровей моих постоянно бывают эти вопросы, дискуссии, на Инстаграм у меня и на YouTube бывает, что у меня типа татуаж, девочки, у меня никогда в жизни не было на бровях татуажа, это мои брови, они у меня вот так вот растут, и я их еще выщипываю со всех сторон. У меня очень густые брови, есть еще вот здесь вот, если оставить, несколько волос здесь тоже есть, брови мне достались от моего покойного отца, поэтому никакого татуажа у меня на губах, ой, на бровях нет, не было и не будет, это точно. Если что, могу поближе подойти, чтобы вы видели, что это мои брови, вот сейчас они у меня не крашены, кстати, я сегодня буду красить и волосы, и брови обязательно, вот это вот цвет моих бровей, здесь волосик торчит, видите, вот здесь вот есть точечки, точечки, это у меня, где брови растут, если оставить, они у меня же вот сюда вылезут, что у меня очень густые брови, это на самом деле не очень-то и хорошо, почти через день не приходится с пинцетом их выщипывать, и еще у меня очень отличается вот эта форма бровей от этой, и никак, вот сколько бы я ни старалась, не получается подогнать, и у меня привычка, я вот эту бровь постоянно приподнимаю, когда разговариваю, наверное, замечали, вот так вот, это бывает приподнято у меня, а это остается внизу, так что татуажа бровей у меня нет, я надеюсь, эта тема будет закрыта на глазах, у меня стрелочки, татуаж сделан 15 лет назад на губах тоже, вот контур, тоненький контур, все, что еще у нас там часто бывает, это постоянно, постоянно, постоянные вопросы, все, наверное, когда уедем в Турцию, скоро, 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 ждем, пока возобновятся рейсы, обещали с 26 декабря, что возобновятся, возобновятся, но пока, пока нет информации никакой, ждем, если не возобновятся, то будем лететь через грозную, выхода у нас нет, потому что, хочешь не хочешь, лететь по-любому нужно, через Баку, пожалуйста, не предлагайте нам, до Баку добираться двумя грудничками очень тяжело, все, на этом точно закрываюсь, кому понравилось видео, не забываем ставить пальчик вверх, это будет меня мотивировать на снятие роликов в дальнейшем, хотя все равно я буду их сниматься, пока, берегите себя.